Здравствуйте! С вами снова канал Школа Тара Альвьен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на такую тему. Хочет ли к вам вернуться загаданный человек? Что ему мешает и вернется ли он? У нас будет с вами 6 позиций по 3 карты. Если я успею, то в конце данного видео я отвечу на вопросы по своей благотворительной акции, которая проходит в группе ВКонтакте «Диагностика сканирования целителями». Там у нас есть раздел «Вопрос Кристине». Нужно вступить в группу, добавиться мне в «Друзья ВКонтакте», написать вопрос и ждать своей очереди. Очередь небольшая. Так что у вас есть шанс получить бесплатный ответ на ваш вопрос. Приглашаю вас также на индивидуальные расклады. Цены у меня довольно демократичные. Записаться можно через Вайбер, Ватсап, личные сообщения ВКонтакте, также в Директ Инстаграм. Я обязательно отвечу, сообщу все свои условия консультации и цены. И вы сможете либо записаться, либо, если вас не устроит, никто вас уговаривать не будет. Перед вами шесть позиций по три карты. Хочет ли к вам вернуться загаданный человек? И начнем. Для тех, кто выбрал первую позицию. Хочет ли вернуться? Вышла карта «Луна». Что ему мешает? Вышла карта «Рыцарь Жезлов». И вернется ли он? Вышла карта «Восьмерка Пентаклей». Ну, что я тут могу сказать? То, что в данный момент загаданный человек сомневается, хочет ли он вернуться к вам в ваши отношения. Но испытывает некоторую от вас зависимость в таком эмоциональном плане. То есть, вы можете сниться ему, он может чувствовать вас на расстоянии. При этом, возможно, кто-то вас разделяет. Например, даже магически. И, может быть, какая-то женщина или просто конкурент, конкурентка. Вмешивается в ваши отношения и влияет на эту ситуацию, его желание именно. Рыцарь Жезлов при этом показывает, почему, что ему мешает, какая причина. Что данный человек мог быть несколько рассержен в ситуации, где либо вышел спорный вопрос, либо ревность какая-то, либо у вас были конфликты, ссоры на почве ревности, либо просто постоянные непонимания. Кто-то мог несерьезно относиться к данной связи между вами и кто-то из вас, попускаться принципами другого человека. И, если он обиженная сторона здесь, то вот он проявляет упрямство. Если же обиженная сторона вы, то этот человек буквально проявляет гордыню по рыцарю Жезлов и некоторую незрелость. Может быть, даже пытается вас за что-то проучить. Тут не исключено влияние, еще раз повторю, женщины и в магическом плане, и в плане того, что это может быть у вас соперница, либо человек может быть женат. И, как бы так получается, его несерьезный настрой основан на том, что есть выбор, есть внимание к нему от кого-то. Почему мы иногда можем возгордиться собой? Когда нам слишком много окружающих уделяют внимания, когда у нас есть много обожающих нас партнеров или партнерш. Ну, вот у него какая-то такая красивая ситуация, где он может быть яркий мужчина и пользуется, знаете, купается в внимании женщин. Еще эти карты могут даже показывать, что у человека, например, запой, или он увлекается какими-то зависимостями, типа курения, наркотики, праздный образ жизни, что он и с этими зависимостями не может справиться. И опять же, магическое воздействие может иметь место на него, разрушая его как человека. От того, что вот он... Вот вообще вижу такого красавчика, который шляется по барам и по бабам, и себя так позиционирует, как свободного мужика. Да никуда я не хочу возвращаться. Вот у меня такое вот ощущение. Даже если женатый, но вот какой-то весь несерьезный. Но вернется. Восьмерка Пентаклей. Говорит, что вернется, и, возможно, с серьезным настроем. Самое интересное, да, вот сейчас выделывается очень сильно, а вернутся, вернется. Ну, такая первая позиция. Причем по восьмерке Пентаклей, знаете, еще тут хочу сказать, что человек явно будет в вас заинтересован и будет пытаться, ну, поменять какие-то ситуации между вами, вот, особенно в серьезную сторону, то есть, ну, не буду я таким несерьезным, как был раньше. Ну, вот так вот первая позиция. Для тех, кто выбрал вторую позицию. Тут очень интересная позиция. Вот смотрите, хочет ли он вернуться. Король Жезлов. Что ему мешает? Отшельник. Вернется ли он? Пятерка мечей. Тут ситуация такова. Человек этот хотел бы к вам вернуться, но, возможно, это закоренелый холостяк или одиночка. Сосредоточенный на себе человек, на каком-то своем внутреннем мире и довольно ревнивый. То есть, он как будто бы всю жизнь усмиряет себя, усмиряет свой бурный характер, темперамент, лидерские качества ради того, чтобы никого, может быть, даже из окружающих не поранить. Агрессор, тиран. Этот человек уходит в себя для того, чтобы не быть таким, ну, вот, тираничным, не быть таким подавляющим, лидерские качества не проявляющим, не захватывающим вас под свой контроль. То есть, это, скорее всего, умный человек, вот первый мой вариант, умный человек, который не хочет свою тиранию проявлять на окружающих, хотя мог бы. Вот. Другой вариант, что вы не свободны, и этот человек, он хотел бы к вам вернуться, но ему очень мешает ваше положение, ваше положение за мужество. И тогда он вам очень жестоко отомстит. Вообще, что он вам отомстит, или что сделает какую-то подлость, это совершенно точно. Не вернется к вам, а сделает гадость. В чем-то проявит малодушность, злость и месть. И именно из-за того, что, возможно, он сейчас один. А вы, может быть, нет. Но вот, если вы все-таки одна, то тут именно имеет место его вот это вот желание взять себя же под контроль. У меня, знаете, такое ощущение, от этих карт, что вы столкнулись с каким-то психом, психом-тираном ревнивым, который, может быть, сделал какое-то плохое совершенно дело, и сейчас боится себя свою суть выпустить на свободу, но он ее выпустит. Он все равно со своей какой-то злобой, с какой-то своей агрессией все равно на вас кинется, как собака, не знаю. Как это объяснить? Злой человек, что ли. Злой и именно от своего какого-то внутреннего одиночества. Если же он, ну, не свободен, то тут этого не видно, и тогда этот человек просто уходит в себя постоянно, считает себя одиночкой, так что ли. Но он хотел бы, конечно. Ему мешает ревность, ему мешает то, что вот он, чувство собственничества мешает. по королю жезлов, такое вот, знаете, ощущение, что он конкурента видит. Если вы загадали мужчину знака огня, то этот человек, он даже хотел бы, может быть, с вами, знаете, очень серьезное отношение построить. У него есть такое внутреннее желание. Но вот что-то произошло, что-то такое, что еще и заставит его злиться и мстить. увидел, может, что-то у вас, услышал про вас, не знаю, поссорились когда-то, до сих пор хочет мстить, не знаю, как это. Но вот явно не возвращаться он к вам будет, а вернется, чтобы отомстить вашу жизнь. Такая вторая позиция. Остерегайтесь этого человека. Три карты выпали, которые об этом говорят, что надо остерегаться. Для тех, кто выбрал третью позицию, хочет ли вернуться, четверка пентаклей. Что ему мешает солнце? Вернется ли он? Тройка кубков, тройка чаш. Здесь человек однозначно вернется, ему ничего не мешает. По четверке пентаклей он сейчас закрылся от вас чем-то. Что-то там происходит в его душе такое, что он в своей коробочке какой-то сидит, замкнутый. Это может быть состояние, когда у человека не лады с деньгами, например, живет впритык и понимает, что на женщину же надо тратиться. Вот может прижать свои чувства, ну вот, сдерживание чувств именно показывает четверка пентаклей по причине вот того, что что-то не ладится, например, в финансовом плане. Есть проблемы. Есть проблемы с работой, например. Она стабильная, но не позволяет содержать двоих или семью. Также по четверке пентаклей человек сосредотачивается на себе, на том, что, на каких-то своих эгоистических соображениях, да. То есть, пока что он вернуться не хочет. Не хочет, а причина вот именно вот в каком-то своем разборе, разборе себя, уходе в себя. То есть, разбирается напрямую, да. Могу я впустить вот в свою жизнь кого-то или нет? Тут не вижу ссор, конфликтов. Но даже если они были, то из-за ревности, да. Но не вижу здесь конфликтов. Вижу какую-то затихшую ситуацию, когда отношения, может быть, свелись на нет, и человек сидит сейчас один в своей какой-то коробушке, закрытый от всех, скряга, злой. Смотрит на мир из своего маленького окна или из форточки и вот не знает, как ему дальше. Так что ли? А солнце здесь показывает, ему ничего не мешает. Ему ничего не мешает с вами строить отношения и вернуться. То есть, нет каких-то людей заинтересованных. Даже если он женат, никто не препятствует, знаете, вот как будто никто не мешает. и тройка кубков говорит о том, что он вернется, протянет вам руку, куда-то пригласит или будет весело так с вами разговаривать, общаться, с позитивом вернется к вам, с какими-то предложениями. То есть, вот эта четверка пентаклей, придерживание чувств, о скупости чувств, она говорит либо о проблемах с деньгами, либо о каких-то проблемах между вами, когда ему просто нужен был период в себе разобраться, посидеть одному, что ли. Вот у меня вот такое вот какое-то однозначно вернется. Причем, карта солнца здесь показывает шанс на хорошее отношение, на то, что все еще будет и все будет хорошо. Вот такая третья позиция. Для тех, кто выбрал позицию номер 4, хочет ли он вернуться повешенный, что ему мешает, тройка мечей, вернется ли он, тройка пентаклей. Вы знаете, тут пройдет период, какой-то длительный период времени, когда человек вернется. Но он в вашу жизнь вернется. Может быть, как друг. Не факт, что для отношений, но если для отношений, то только для серьезных. Не будет тут серединка наполовинку. Либо для серьезных отношений, либо для просто дружбы, сотрудничества. А так сейчас сильная обида его гложет. Что-то между вами произошло такое, что не может он сейчас по сердцу поступать, только по своей логике. Если произошла ситуация, что вы его обидели, то тут это было бы прям прямая трактовка такая по тройке мечей, да, что обидели, и вот это мешает ему вернуться. Ему надо эту обиду пережить какое-то время. Либо просто он попал в такие обстоятельства по повешенному. По повешенному он не имеет возможности вернуться, его подвесили. Он бы хотел, но не может, понимаете? В такие обстоятельства, которые ему даже сердце разбивают, он попал. В непреодолимые. Ну, представьте, например, ситуацию, что человек в тюрьме, человек в больнице, человек в каких-то долговых обязательствах, на чуть ли не каторжных работах, когда надо работать чуть ли не круглосуточно, на вахте, в отъезде, всё что угодно. То есть любые обстоятельства, которые именно с внешней стороны ему мешают. И это либо разбивает ему сердце, либо ему вы когда-то сердце разбили, обидели его. Но это всё пройдёт, и он вернётся. Вернётся в вашу жизнь. Для тех, кто выбрал пятую позицию, хочет ли он к вам вернуться, двойка кубков. Что ему мешает? Туз мечей. Вернётся ли он? Рыцарь Пентакли. Здесь есть промедление в возврате, но он вернётся. Этот человек вас любит. Он очень хочет вернуться к вам, но по тузу мечей категорично стоит на какой-то позиции. Может быть, остался вопрос, который он отстаивает. какую-то свою точку зрения. В чём-то вы, может быть, поспорили. Либо он стоит просто на своей какой-то позиции по поводу чего-то, что мне надо решить вот это дело, а потом я вернусь. Либо ему какое-то дело мешает, там работа, например. Даже, может быть, меч правосудия ему мешать. Но факт есть факт, что этот человек очень хочет вернуться. Он вас любит. Гордыню может проявлять под узу мечей, воспитать, повоспитаться там, повоспитывать. Но жрицарь Пентакли показывает, что хоть и потихонечку, полегонечку, но посыл будет. Этот человек вернётся, из-под тишка может как-нибудь там, да, будет к вам подкатывать. Но он обязательно сделает эти шаги. И также по рыцарю Пентакли человек может несколько быть таким подозрительным к вам первое время. Но потом это пройдёт. Что вернётся, это 100%. Для тех, кто выбрал шестую позицию, хочет ли вернуться туз-чаш. Что ему мешает? Девятка чаш. Вернётся ли он королева жезла? Вот если вы женщина знака огня, то вы проявите к нему инициативу и по вашей инициативе этот человек вернётся. Если же вы женщина не знака огня, не с асцендентом в огне, может быть вы яркая индивидуалистка, но если это не так, то у него возможно есть ещё какая-то женщина, хоть он вас и любит. И он может ей отдать какое-то своё предпочтение сопернице в будущем и вернуться не к вам, а быть с ней. Но вот так трактую я для большей части аудитории, что человек вас любит, вернуться ему мешает некоторая гордыня, то, что он зазвездился, может быть, то, что он считает, что это вы должны, и всё-таки вы проявите себя, и он вернётся в вашу жизнь. Вот такая позиция номер 6. Всем спасибо за внимание, жду ваших комментариев по данному видео, приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик. Перейдём к вопросам. Доброе время суток. Скажите, пожалуйста, как будут дальше развиваться отношения? Лина, 22 сентября, Роман, 7 января. Давайте посмотрим, как будет развиваться отношения. Что он к вам чувствует, что думает, какие действия предпримет в ближайшем будущем? Чувства двойка мечей, человек несколько обижен, однако на мыслях двойка кубков любит вас и хотел бы поддерживать эти отношения и дальше. Сила здесь показывает, что человек будет поддерживать эти отношения, может быть, несмотря на некоторую свою колючесть. Как будут дальше развиваться отношения? Шестёрка кубков, четвёрка жезлов, шестёрка жезлов, да благоприятно будет развиваться, как будто бы примирение может быть какое-то идёт, восстановление, может быть, вы пройдёте какой-то нехороший этап, но по четвёрке жезлов карты показывают даже перспективу брака. Шестёрка жезлов говорит о налаживании связи и о том, что вы в этих отношениях будете как-то любимы, превозноситься может быть на пьедестал, каким-то образом вас будут выделять как кого-то главного в жизни. И всё здесь, ну, по крайней мере, в каком-то обозримом будущем будет благоприятно. Так что не переживайте, Лина, у вас с Романом развитие идёт и будет всё хорошо. Вот такой ответ дали вам Тару Лунатиков. Всем пока! Снова говорю, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик и удачи!